шалом мы с вами немножко займемся ханукой есть такая тема в еврейском календаре более того мы уже начали месяц кислев поэтому эта тема просто просится на язык я знаю что у вас помимо меня будет еще уроки с рафтрушиным который начал по шульхан руху я немножко с другой стороны попытаюсь зайти понятно что в некоторых вещах мы будем пересекаться если вы видите что я углубляюсь там где уже вы асы то в таком случае можете спокойно сказать мы тоже учились рафтрушиным я конечно переспрошу что именно вы скажете и я продолжу когда мы говорим и про хануку прежде всего у нас есть такой трактат мишны ханка а нету у нас ханука упоминается в мишне хоть каким-нибудь образом неправильный ответ ханука с не упоминается прямым образом косвенным образом надо упоминается каким образом у нас упоминается 25 кислева это последний день когда можно давать бикурим оливок из которых делают оливковое масло и это упоминалось это в принципе задолго до хануки то есть мы видим что 25 кислева у него уже был определенный смысл кстати говоря очень связанный со светом как вы понимаете потому что мы сказали что первенки у нас есть вещи которые мы приносим на следующий день после бессаха у нас есть наша вот это пшеница ячмень большая часть фруктов мы приносим первенки у нас граница до суккота единственный кто у меня совершенно независимые отдельный это оливки на которой до двадцать пятого кислева я надеюсь что все присутствующие знают что ханука это именно двадцать пятого кислева цена то есть прямым образом ханука у меня в мишне не упоминается с точки зрения бикурим первенок у меня до эта дата фигурирует в каком трактате у меня разбираются законы хануки трактате шаббат во второй главе которая занимается маслами к то который можно зажигать или нельзя зажигать с точки зрения шаббатных свечей и там у меня есть три листа 20 21 которые занимаются именно вопросами ханука и собственно говоря даже судья начинается словами мои ханука что такое ханука цена середине второй главы когда мы говорим про хануку то я сразу вам покажу три книжки которые я рекомендую не воспользоваться одна книжка это жемчужная лохи том который называется малые праздники и память дни 11 12 13 глава здесь всего три главы которым которые этому посвящены 1 рассматривает с точки зрения смысла и таких более духовных понятий 2 концентрируется непосредственно на зажигание свечей на заповеди зажигание свечей и третья глава уточняет зажигание свечей с точки зрения места и с точки зрения времени что там есть особенного когда ты в гостях когда ты там когда ты сам здесь есть целый ряд вопросов да я сейчас пробегусь по книжкам вкратце и после этого вернусь к этому вопросу я слышал эдуард я услышал через несколько минут дойду до этого вопроса когда мы говорим и про хануку то есть еще одна книжка которая вас обязательно посылаю называется книга нашего наследия первая первая часть это начинается с 251 страницы в старом издании в разных изданиях страницы будут разные сына то есть вы находите месяц кислеев какой он по счету месяц но естественно что мы считаем только от от не сана нету никто не считает месяцы никто годы есть спор мы считаем годы так или так у нас есть такой спор в море с точки зрения месяцев это написано у меня прямым текстом в торе и этот месяц для вас начало месяцев все согласны nissan это первый месяц соответственно мы были сейчас девятом месяце здесь буквально одна страничка вообще про кисле и после этого идет хануко 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 снова таки здесь упоминается и почему 8 дней приводится тут целых 10 пунктов и по поводу света вообще и по поводу суда и война света против тьмы очень актуально здесь есть отдельные полторы странички под темка война света против тьмы про греки сравнения хануки и пурима на самом деле всего на все здесь где-то 35 страниц то есть как говорила юли цезарь бене видевич и пришел увидел победил это не то что мы говорим что это нужно сидеть и неделями учить взял полчаса час прочитал потом на тех моментах на которых захотелось остановился можно посмотреть других источниках можно спросить вопросы и так далее я не говорю что всю учебу хануки можно уложить в полчаса не дай бог слишком мало потому что даже вершки если вы сорвете то потеряете большую часть из них кроме этого есть еще книжка которую я оставлю по крайней мере по моему здесь была одна да есть одна если кто-то хочет на руки могу тоже дать книжку законы хануки это книжка чисто по законам хануки принципе естественно пересекается с теми вещами которые вы увидите у жемчужины халахи в илья у китов книга нашего наследия он больше занимается с точки зрения смысловой законы он упоминает но постоку поскольку он не входит ни в какие подробности с точки зрения того в такой ситуации так такой ситуации так общий закон он скажет и может быть приведет что есть ашкиназим так спорадим так приведет несколько разных мнений но он это делает с точки зрения общей и сейчас я перейду к вопросу который спросил эдуард отвечу на него немножко с хитрой стороны и после этого мы потихонечку начнем углублять нашу тему в вопрос ответ который я сейчас буду давать это построен на тех уроках которые услышал рафшарке ничего не поделаешь очень интересны были уроки в частности он сказал такую интересную цепочку провел говорит почему двадцать пятого кислева празднуют хануку если бы у нас где-то было вы знаете что есть так называемые своим хицу ним внешние книги книги которые не вошли в тонах некоторые из них могут быть даже еще времен тонаха некоторые чуть чуть более позднее но в тонах они не пришли хотя он у меня сейчас сын которому одиннадцать половина лет он ходит на уроки то сефте и с фарим хицу ним то есть вещи которые как бы обычно мы выходят как на кружок сам для себя не на бесплатный кружок чисто поучиться мы для самого себя это не в школе и частности им приводят разные отрывки из там бен сира маккаби и так далее так далее разные книги у нас и в внешних этих книгах нету упоминания что чтобы было написано что евреи зашли в храм двадцать пятого кислева и они нашли прямо в этот же день горшочек с маслом и прямо в этот же день они его зажгли нигде у меня это в не написано в море у меня это не мы сказали в мишне этого не упоминается прямым текстом вообще в море упоминается что была война и так далее прямым текстом 25 есть хануков и всякие дрошот объяснения углубленные что мы если мы слово ханука разложим на два слова хану кавгей остановились 25 но это не написано прямым текстом нигде и рафшарки говорит почему в таком случае возникает вопрос почему 25 и дается такой нетривиальный ответ написано в книгах что 25 кислева храм сделали греки тумным туму занесли туда то есть сделали его непригодным для использования именно 25 кислева и возникает вопрос так что мы будем праздновать то что там свинью резали на жертвенники это то что мы празднуем мы празднуем извините то что свинью перестали резать на жертвенники 25 кислева зарезали и из-за этого мы будем праздновать есть в этом смысл и в ответ тишина обратно это это является достаточной причиной объявлять это праздником разрушение храма родила новую эпоху разрушение еще не было мы находимся в середине храма пример не как посмотрел рабе кива на ситуацию с разрушением не не ни в коем случае рабе а кива когда увидел лисицу которая выбегает из кодыша кодыш им он не сказал как хорошо что храм расстроен разрушен он засмеялся улыбнулся и когда ему сказали почему ты радуешься то он сказал я читал в танахе псуки которые сказали пророки о том что храм будет восстановлен и я их не понимал после того как я увидел другие псуки которые тоже не понимал в которых написано что лисица выбежит из кодыша кодыш им я говорю такого быть не может я увидел и я сейчас понимаю что все что нам сказали пророки это истинная правда и точно так же как плохие вещи сбылись и хорошие вещи которые я до сих пор не понимал этого сейчас для меня стало это ясно и понятно и это меня радует в этот же день они очистили храм в этот же день 25 нигде это не написано не написано в этот же день очистили храм что это значит какая история это говорит в Израиле есть такое понятие ганена тамра воспитательница в детском садике так рассказала а источник ведь не знаю нету источника но воспитательница в детском садике так сказала я не буду оспаривать воспитательницу у меня такой задачи нет у нас есть сейчас задача понять что откуда и каким образом и что мы из этого учим самое главное секунду я только еще еще даже не начал мысль рафшарки честно значит и рафшарки сказал не может быть такой ситуации что мы только из-за того что мы смогли исправить гадость которую они нам сделали мы будем это отмечать именно в этот день кстати в не в некоторых книжках сэфер хашманаи маккабим маккабим по моим нет миге мигелат антиохус я это видел маккабим на посмотреть что там написано мигелат антиохус тоже одна из внешних книг там написано что они пришли туда в начале кислева там вообще не фигурирует но и потом написано что в итоге очистили его двадцать пятого и возникает еще больше вопрос почему именно двадцать пятого и ответ а почему греки сделали это двадцать пятого граждане антисемиты гады и же с ними они очень любят делать нам гадости именно в те даты которые для нас важны если мы посмотрим на что же было до этого мы увидим что ханука табайт это в танахе мы можем найти 25 кислева был ханука табайт ханук что такое ханука табайт обновление то есть то что закончили его строительство и он был как бы готов к эксплуатации или введен в эксплуатацию я позже немножко объясню само слово ханука сейчас только скажу что это производная по большинству мнения слова хинук воспитание раша это пишет в частности то есть вы скажете как-то воспитывать жертвенник но мы видим что все вещи которые были важными в храме мы их освещали и после того как все было брызгали и так далее не буду сейчас даваться подробности и после того как все закончено ханука это то что входит в действие у человека это называется хинух когда мы воспитываем человека воспитание снова таки она делится на то что человек делает повторение и это у него уже так сказать входит как вторую натуру с другой стороны это та часть воспитания которое человек понимает и даже когда на него перестают воздействовать он продолжает делать делать потому что для него это важно ханука мы говорим не про жизнь человека у которого есть выбор что делать и как делать ханука мы говорим именно про вещь есть такое понятие до сегодняшнего дня человек поселился в новый дом что он делает ханука добавит обновление дома снова таки не буду вдаваться есть с фарадим вообще у них там целая церемония читают отрывки истории из пророков из писаний из рамбама из зора из мишны из там целых книжках некоторые самые такие могучие читают всю книжку по порядку это часы некоторые берут и разбивают это делается обычно с миньяном разбивают на менян ты это считаешь ты это читаешь тогда это укладывается там за 20-30 минут и после этого трапез устанавливает обычно в это же время последнее действие при самый яркий пример это поставить мезезу то есть мы закончили последнее действие и мы делаем сейчас обновление наполнение духовным это то что у нас ханука и вещь мы должны наполнить она с себя не наполнит мы должны ее закончить и начать с нею действие которое имеет святость данном случае цены поэтому у нас идет ханука и ханука добавит было когда 25 принципе я немножко сокращу это очень длинный урок был он сказал что мидраш мидрашим говорят что и окончание первого храма было тоже 25 ханука была первого нисана у первого храма и тогда 12 дней подряд на 7 приносили жертвы это у первых то есть там не не ухрана и у мишкана да у мишкана цепь значит то есть но на самом деле естественно что можно поговорить и про 25 он там это тоже упоминал кислева который является днем окончания первенок для оливок но он говорит откуда вообще пошло понятие что это праздник света значит он сказал так ну можно конечно посмотреть на календулы слышали такое есть такой желтый цветок согласен календула но я сейчас говорю про праздники или календы быки цур у время в частности не только время во многих странах у язычников был праздник два праздника один праздник удивитесь на 8 дней был когда самые короткие ночь и один когда самые длинные ночи это есть ханука плюс минус у нас это сдвигается поэтому она может быть чуть-чуть сдвинуться сюда чуть-чуть сдвинуться сюда мы понимаем что у нас есть несколько недель сдвига у нас луна солнечный календарь они чисто солнечные но практически всегда хотя бы какой-нибудь из ней хануки выпадает на самые короткие дни на самые длинные ночи до короткие дни и длинные ночи и и он говорит но это не то что мы хотим учиться сейчас снова таки у идолопоклонников у язычников откуда они это взяли горит есть медраж он привел название я сейчас не помню честно говоря есть медраж который говорит что адам когда он вышел из ганедена начал какой-то момент обратил внимание что дни уменьшаются и уменьшаются и уменьшаются и уменьшаются и уменьшаются и и он начал поститься поститься и через восемь дней он увидел что дни начали увеличиваться и на следующий год он эти восемь дней сделал праздником света то есть по большому счету ханука как праздник света еще от адама поэтому не совершенно не странно что в каком-то в том народе в том народе это проявляется причем у народов которые между собой вообще никаким образом не связаны потому что в принципе причем это казалось бы ну так давайте назовем его праздник тьмы почему его называем праздник света самые темные дни в году потому что то что нас интересует это именно победа света не то что сейчас он короткий летом он длиннее от этого праздника понятия календарь и пошло потому что январь начинали после окончания этого праздника отсюда и пошло понятие русско римская на русская календарь смотри я не говорю сейчас что значит задумка он вообще не думал ни про что так и не 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 говори не путай разные вещи так получается и задумка это не одно и то же так получилось у адама сэдом так получилось цена мы в любом случае не празднуем это по календарю который неправильный можно если никто я спрашиваю сколько дней в году сколько дней в году значит если мне человек скажет 365 иногда 366 я говорю ну да ты говоришь про солнечный год кстати у нас это упоминается тоже про который когда мы говорим то порцию которые сделали на сколько сколько частей 368 частей 365 плюс 3 на емкий пур отдельно который он вносил в кодыша кодыши то есть цифра известная что в солнечном году 365 дней это у нас в море фигурирует отнюдь ни в одном месте и эта цифра как бы перекликается но мы говорим у нас календарь основу календаря месяц называть месяцем то что к месяц к месяцу к луне не привязана это извините меня поэтому у мусульман у них только месяц 12 месяцев в году и того вы не можете взять мусульманский календарь и сказать то по мусульманскому календарю это там 1400 год значит когда у них там был первый год который они считали добавляем 1400 нет почему нет потому что каждый 19 лет 7 месяцев накапливалось 19 каждый 19 лет 7 месяцев в еврейском календаре чтобы календаре совпадали лунный и солнечный у меня есть 7 месяцев в определенном порядке сейчас этим заниматься не буду у меня есть месяц 7 лет когда у меня не 12 месяцев а 13 месяцев и того месяца год у меня может быть или 154 155 155 или 184 5 тоже такое может быть зависимости от того у меня шинам и уберет год беременной или нет беременной имеется ввиду естественно что добавлен еще один месяц цена и того получается до календарь плюс-минус идет из-за праздника календ которые были именно на самые короткие дни иди еще сейчас про ювенале про сатурнале про все римские праздники тебе устроить ликбез лучше не надо не сейчас по крайней мере точно а то дойдем до вакханале это будет вообще страшно главное чтобы вакханки здесь не появились а то порвут тебя и все нет изначально изначально потому что это дни праздника света над тьмой мы отмечаем эти дни именно потому что это праздники света над тьмой я тебе скажу немножко по-другому нет нельзя у нас если бы у нас сейчас был урок физики то я бы уступил тебе место и сказал это не спор с точки зрения физическая ты прав в точке зрения того что мы сейчас говорим ты неправ потому что мы сейчас говорим проте свет и д'tму не с точки зрения физической с точки зрения духовная мы говорим что тьма это не столько поглощение сколько отсутствие точнее отсутствие проявления поэтому это никак не спорить с поглощение то есть умею изначально в первый день творения что сотворил всевышний сам ты хаос хаос был значит он не просто создал а он отделил то есть свет был и до этого мы с вами уже говорили ваи эры ваи бокер ваи эры ваи бокер что мы говорили что такое эры смешивать лярбев это смешивать у меня все находится в смешанном состоянии верхние воды с нижними водами земля с водой свет тьма они смешаны мы уже снова такие повторяю вещи которые мы говорили просто для закрепления но в тему они идут мы сказали что у меня есть ночь у меня есть день ночью меня есть свет или нет у меня есть свет отраженный свет луны у меня есть слабенький свет звезд много его мало ну как да как знаешь на суккот как-то я помню на одной высотке были дева тарель и и я готовился к чтению по свитку только со светом луны без прожектора прожектор уже погас что он шаба и я просто открыл свиток и по нему читал по свитку не знаю кто был знаю кто ослеп не помню бетховена он оглох он не ослеп и не было достаточно но вы что мы сказали в конце ночи что происходит как называется момент перед началом утра шахар амуда шахара ели то шахар есть здесь несколько что такое шахар мы сказали шахар черный перед рассветом темнеет нет но нам так кажется становится намного больше рассеянного света про который который не мы не воспринимаем это не значит что его нету поглощение это вещи такое условное в черных дырах это поглощение но тьма очень часто ее поглощение это не столько поглощение сколько рассеивание недостаточной концентрации или не воспринимая но это не значит что и она отсутствует может быть там тот диапазон который ты видишь он более сильный поэтому тебе это мешает видеть то же самое происходит утром из-за того что потихоньку появляется рассеянный света солнца общий фон забивает луну не забивает луна по-прежнему видна но звезды забивает кроме планет планеты будут тоже видны звезды забиваются полностью и поэтому впечатление все звезды начали тухнуть и ты как будто бы погружаешься во тьму шахар кому-то шахар хануку это то что с нами происходит мы погружаемся во тьму шма читаете иногда да ладно скажи мне пожалуйста на шахарит какое какое слово ты говоришь сразу после шма и какое слово ты говоришь утром после шма ты закончил весь шма сколько слов шма это не обязательно 248 частей тела но слов не 248 на 245 поэтому нам нужно или услышать три слова который говорит шалек цибур или в начале добавить какие-то если человек молится без меня на по какой-то причине или он молится в меня не но он опоздал то есть они уже заканчивают шма он только начинает и он понимает что он с ними не сможет закончить нужно обязательно даже в меня не такой если он не согласован эль мэлих на иман сказать перед тем как вы говорите шма израиль не все знали теперь все знают мы начинаем заканчиваем 248 слов какое следующее это четвертое это пятое или восьмое в зависимости от того ты начал с шма или с эль мэлих на иман ну эмэд 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 оно относится в принципе еще к шма эмэд относится еще к шма следующее слово эмэд 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 э Нет, на иман это не первое слово. После эмет, какое слово следующее? Утром мы говорим эмет в яцив. То есть, правда и устойчиво. Это то, что нас держит. Мы это видим, мы это понимаем. Яцив, яцивуд, устойчивость. Яцив, это представитель, командир, шлумо по всему Израилю ставят Ницевим. То сегодня это офицерское звание, старшее офицерское звание в полиции, но нас это не интересует сейчас. Нет, нет, нет. Расстрелять за пропуск слов. На иман там есть, но намного позже. Стреляться не надо, это оборот речи. А вечером что мы говорим? Эмет в эмуна. Эмет в эмуна. Почему? Подумайте. Я хочу ваш ответ, не мой. Буду очень рад, если они совпадут, но... Почему мне вечером нужно сказать эмет в эмуна, а утром эмет в яцив? В чем разница? Устойчивый. Эмуна это вера. Ну, вера, это же тогда, когда ты не понимаешь, что происходит. Это тьма по пути. Ай-яй-яй. Так. А, трестант тебя пороть не может. Кто? Утром, свет. Свет, Свет. Отправить его на еврейский перевод. Что такое эмуна? Доверие. Это вера, основанная на знании. Это не вера. Ой, я не знаю, что будет. Я не знаю. Ой, ну ладно, так и быть, доверюсь тебе. Нет. Я верю, потому что... Я не вижу сейчас, но я знаю, что это так. Я знаю про Всевышнего, что это эмет. Я знаю, что всю декларацию, которую мы сказали в Шмайс Рейле, это эмет. Я это знаю. Да, это сейчас ночью не видно. Мне нужно это сказать. Днем я это могу увидеть. Когда есть свет, я могу это увидеть. Когда света нету, остается эмуна. Но это не эмуна, которую ты перевел. Это эмуна. Я верю, потому что я знаю, что Всевышний с нами. Это моя вера. Это мое знание. Сына? Я переписал программу. Переписал? Говорил. Главное, чтобы в следующий раз у тебя не стерлась новая. И сказал, а у меня только старая запись осталась. Поэтому переписать это хорошо. И когда мы говорим про Хануку, то про что мы говорим? Про эмуну веру. Мы говорим сейчас про тьму. Поэтому про эмуну. Мы говорим про тьму, которая упала на весь еврейский народ. Страшные вещи. Кто это такой страшный? Почему упал от этого тьмано-еврейский народ вот сейчас? Почему? Ты спрашиваешь про 7 октября в Симхат-Тару? Или ты спрашиваешь про Хануку? Я спрашиваю именно вот про такое событие, которое появляется из ниоткуда. Как будто бы. Почему оно само по себе появилось тогда? Ты спрашиваешь про погромы, которые были... Учитывая греков. О чем ты спрашиваешь? О конфликте между греками и иудеями. О Хануке. Ну, вы смотрите, я же хочу понять. Что между ними было не то? Сейчас скажу. Сколько жило тогда евреев в Израиле? Исходя из тех цифр, которые мы видим, что приносили чуть ли не сотню тысяч барашков на Песах, то мы понимаем, что жили миллионы. Считанные миллионы. Может быть, три, может быть, шесть, может быть, что-нибудь в таком духе. Может, чуть-чуть меньше, может быть, два с половиной, если мы говорим про мужчин. С женщинами, с детьми. Получается, что население, которое было тогда, оно ненамного отличалось от населения, которое сейчас. Распределено оно было совершенно по-другому. То есть это развитая государство? Это было одно из самых развитых государств, одно из самых густонаселенных государств. Веймуна. Так я и говорю. Эмет Веймуна. Вечером Эмет Веймуна. Утром Эмет Вейяциф. Это именно то, что мы сейчас и говорим. И когда мы говорим про греков, Греки было мизерное государство. Мизерное. Сколько греки выставляли солдат? Сколько спартанцев выставили? В ущелье два десятка против... Триста, не два десятка. Триста, триста. Но, по сравнению, это было не все их войско. Это была часть их войска. Но все войско у Спарты было несколько тысяч человек. Все войско у греков, когда они... Там... Гавгамелы или где там они сражались. Их было двенадцать тысяч против двухсот тысяч иранских. Двенадцать. Что такое двенадцать тысяч? Двенадцать колен. Двенадцать тысяч это мизер. С целого государства. Это ни о чем. У тебя... Сколько граждан было в Афинах? Если я не ошибаюсь... Именно граждан, которые надо голосовать, совсем мало. По-моему, восемьсот. Что-то в этом духе. Двести семей. Восемьсот граждан. Если я не ошибаюсь... Такие цифры я слышал. Если я ошибаюсь, то... Порядок я не ошибаюсь. Что такое много? Нахон. Я согласен, что жителей там было не сотни, а несколько десятков тысяч. Десятков тысяч. У столицы страны... У всей Греции... Было сотня-другая тысяч. Это самый рассвет или вообще? Или именно этот период? Это период именно, да? Нет, это... Это... Я сейчас говорю про период... Ну, это достаточно рассвет на самом деле. Пару сотен тысяч? М-м. То есть, даже миллион они достигали? Нет. Может быть, не пару. Может быть, 300-400. Они были маленькими. Окей. За счет чего они захватили... Организация. Организация. Они по-умному сделали организацию войска. Дух у них был воинственный. Организация была. Поэтому они шли, выставляли свои там фаланги, эти копья 4-6-метровые. И никто к ним приблизиться не мог. К этому ежику. Цедра. Если бы это было 10 человек, не поможет. Но если это 500 человек, то уже ежика можно сделать. Если это несколько тысяч, то это несколько ежиков, которые успешно перемалывали эту армию. И когда мы говорим про греков, греки, честно, это такой интересный народ. Конечно, тут с точки зрения интересного рассказать про греков, это скорее папа Сендера может здесь часами или сотнями часов рассказывать интересные вещи про греков. И все-таки его специализация в значительной степени. Но я сейчас именно с точки зрения еврейской хочу это затронуть. И с точки зрения еврейских ценностей, не с точки зрения еврейской. Греки, они вообще смотрели на все с призму. Что такое быть греком? Это принять определенную культуру. Греки в итоге на самом деле это был очень разнообразный народ. Потому что на самом деле это не совсем один народ был. Греки приходят сейчас в Македонию. Македония вообще была и есть, собственно говоря, славянская. Приходят в Македонию. Что они делают? Захватывают несколько городов. Городов было очень мало. И там насаждают греческую культуру. Это микс. В итоге это микс в конце. Ну, в итоге микс это все народы это микс. Назови мне хоть один народ, который не микс. Я, может быть, не знаю про какой-нибудь народ. Может быть, Маури это не микс. Я не знаю. Микс, смесь. Значит, На каком-нибудь маленьком островке ты можешь сказать, что этот народ, может быть, мог на протяжении многих столетий никакого внешнего воздействия. И то. Сейчас не было воздействия. Может быть, 300 лет туда как раз приплыло несколько лодок с совершенно другим народом. И они смешались. И сейчас ты уже видишь снова такой микс. Смотришь на русских. Микс. Прежде всего, там, славяне, финны. Славяне, финны, татары. Все, что хочешь. Ты смотришь на англичан. Микс. У тебя там бриты, англии, саксы, норманы. Совершенно микс. Ты смотришь на французы. Микс. Франки и... Молдаване. Это однозначно микс. Молдаване и румыны. Это чистый микс даков и славян. Это очень известный микс. Венгры микс. Какой народ не возьми. Увидишь четкие несколько... Болгары. Болгары. Это турки. Почему их называют болгары? Пришли тюрки в славянскую страну, смешались, получилось болгары. И так далее. Поэтому миксов у тебя много, снова такие, за исключением кого-нибудь, кто живет у черта на куличках, хотя и там не все так понятно. Если народ маленький, то он вырождается. Если он большой, то никакого рождения нет. То есть должна быть определенная величина, сколько-то там, десятков тысяч на самом деле, даже не миллионов, чтобы уже не было вырождения. Те народы, которые там остаются тысячи или сотни, то это гарантированное вырождение, если нету добавок снаружи. Но греки, у них был еще один момент. Они приходят в каждую страну, завоевывают ее, что они говорят. Главным богом будет... Зевес. Зевес. Следующим богом будет... И так далее. То есть, они говорят... Появилось такое понятие в греческом пантеоне. Есть старшие боги и младшие боги. Что такое старшие боги? Это их. Все их. Это самое смешное. Все боги в итоге считаются у них богами. Но есть старшие боги, есть младшие боги. Ильяда кто-нибудь читал здесь, кроме Эдуарда и Сендера? Да, в школе сейчас учат Элядуарда. Да, в школе читал, ничего не помню. Но мы читали на Московской культуре, конечно. То. Ильяда читал? Ильяду? Анипистов. В таком случае ты помнишь, о каком городе там идет речь, война? Троя? Да. И какие боги находятся на стороне греков, и какие боги находятся на стороне троянцев? Так они бегали в тех жехлопоках. Посидор? От тебя я не ожидал такого. У папы спроси. Нет, у нас были общие пантеоны. В том-то и дело. На тот момент и Троя уже считается греками. Троя это Малая Азия. Это племена, которые греками изначально не были по определению. Туда приходят греки, их захватывают, распространяют свою культуру. Культура там шла в основном через язычество, через пантеон, через язык тоже. То есть язык плюс боги. Все остальное, эти одеваются так, эти одеваются так, у этих такая музыка. Если кто-то учил музыку, то ионический лад. Лидийский лад. Разная территория, греческие территории. На самом деле все они были не греческими. За исключением, может быть, одного. Все эти лады. Музыка остается своя, одежда остается своя, еда остается своя. Язык это одна вещь, которая не имеет. Боги это другая. Но что они говорят? Есть старшие боги и есть младшие боги. И мы очень ярко видим, кто помогает грекам. Кто там самый воинственный? Арес. Арес, он как раз малоазиатский бог. Поэтому он за кого? Он за трою. Мы там очень четко видим, что те боги, которые были или Ахейские, или с островов, они сейчас за греков. Все боги, которые пришли с Малой Азии, Сирии и так далее, они все за троянцев. Это очень интересно смотреть, но почему меня аж интересует не Троя, меня интересует Израиль. Когда сюда приходят греки, как звали грека, который сюда пришел? Макетонс. Да, про которого мы сказали, что грекам он, собственно говоря, и не был. Но... Шимона Цадик, да. Значит, был папа Филипп, была мама Олимпиада, родился сын Александр. И он стал вначале царем Македонии, потом смог объединить всю Грецию. И после этого он до середины Индии дошел. То есть, и Египет он подмял, Израиль он подмял, Турцию, Сирию, Ливан, Ирак, Иран, Пакистан, Индия. В Индии он дошел до Инда, собственно говоря. Устал, потому что... А? Устал, славный, славный... Когда принимаешь яд, устаешь очень быстро. Умер. А Тифа, говорят, что... Есть много версий. Есть версия, что его именно отравили. Есть версия, потому что Тиф умирает не один военачальник. Умирает пол армии. А там мы видим, что армия сохранилась. Ну, есть версия, что это какая-то болячка была. Тоже основа такая. Я не знаю. Меня там не было, записей нет. А те, кто оставили записи, они оставили их специально туманными, чтобы никто на них не наехал. Так что тут мы можем только гадать на кофейной гуще. А у евреев, как вы понимаете, гадать на кофейной гуще запрещено. Поэтому... Только версии выстраивать. Этот грек, который не грек, когда пришел сюда, его встречает Шимон Ацадик. Он ехал в Иерусалим уничтожить Иерусалим. Он едет в Иерусалим специально уничтожить Иерусалим. Почему? Потому что... Самаритяне, добренькие, они сказали, что евреи против тебя. И он приходит, и тут Шимон Ацадик выходит его встретить. И он спускается с коня, и кланяется ему, и все в шоке. Он говорит, перед каждой победой я видел его образ. Перед каждой своей победой я во сне видел его образ. И в итоге с Израиля нету войны. И... Александр Македонский хочет сделать подарок любимым евреям, ну, любимым... тем, которые, как бы, для него были талисманом. То есть он рассматривал, почему он так сделал, потому что он сказал, это как талисман, если я сейчас уничтожу свой талисман, то я уничтожу свою удачу. Не то, что он любил еврея. Свою удачу он любил. И что он предлагает подарить? Храму статуи. Да. Поставить свою золотую статую в храме. Красивый подарок. Красивый подарок. Подгонечный подарок. В принципе, что они хотят с точки зрения религии? Они говорят, вы хотите верить в своего Бога? Не будем называть, они всякие извращения первые начали называть имя Всевышнего странными вещами, которые потом христиане продолжили. Как читать четырехбуквенное имя по-другому? Мы его же не читаем. Мы говорим вместо этого наш господин. Точнее, наши господа. Мои господа. Если дословный перевод. Адоним, Адонай. Это мои господа. Мы имени не произносим. Имя было 72-буквенное имя, которое первосвящение говорил в Кодыша Кодышим. Но четырехбуквенное мы не читали. И здесь он говорит, вы хотите верить в своего Бога? Верьте. Но не забывайте, что он младший. Вы должны принять всех наших богов, Зевса и так далее, и компания, как старших богов. И по большому счету проблема была в том, что после того, как евреи находятся под пятой у греков, очень много евреев начинают погружаться в начинают погружаться в греческую культуру. Или без культурь. Чтобы полюбить. Для того, чтобы не выделяться. Здесь... Они не мучили, да? И евреев не мучили. Смотри, у греков это было очень своеобразное мучение. На всех, кто не грек, они смотрели, как на дефективных. То есть, и если ты находишься в греческом обществе, то получалось, что если ты не ведешь себя, как грек, то ты себя выставляешь как бы вне общества. Греческого. Нам интересна одна деталь. Те, кто хотели продолжать жить по-еврейски. Им до этого греческого общества было совершенно параллельно и перпендикулярно. Не интересовало. По количеству евреев же больше. Чувства самооценки намного больше, чем у народа. Меньше. Почему тогда те евреи решались? Может быть, было что-то прелещающее для них? Что это? Пафос культуре? Или это сбрат? Или что? Алев вопрос насчет больше и меньше хороший на самом деле. Греков как греков было, может быть, и меньше. А всяких огречившихся было очень много. Римская империя была построена не на том, что римляне размножились. И греческая культура не была построена на том, что греки размножились. Вот англичане, когда захватывали себе империю, то в значительной степени они захватывали, потому что они посылали свои отбросы в разные страны и постепенно они там размножались и они были значительной частью населения. В Латинской Америке было не так. В Латинской Америке испанцы в очень малом количестве стран были большинством. Испанцы в Латинской Америке, испанцы, португальцы, они потихоньку культуру с точки зрения языка, с точки зрения религии местные племена загоняли. Англичане этого не делали, они просто уничтожали. Лучше дать тифозное одеяло и все. В Северной Америке не забывайте, когда все эти войны с индейцами, мы сегодня это не можем понять. Индейцев было в начальный момент больше, чем. И это были не дикие индейцы, это были индейцы, которые уже тысячи лет выращивали кукурузу, картошку, строили дома, строили дороги, строили... Это не дикие. Фенимор Купер как раз рассказывает про дикие племена, в том-то и дело. Но он рассказывает про северные племена. Северные племена были дикими. Он почти не затрагивает, пару раз упоминается про деревни Ленапе, которые они там заходили. Так там описываются индейцы, бегают по лесу и охотятся. Там не описывается... Но этот принцип пошел в принципе от греков. Греки, римляне и так далее. Испанцы просто взяли тот же самый принцип. Что они... мы приходим насаждаем свой язык, насаждаем свою религию. Если внешне отличаются бесседер, это будет первый сорт, это будет второй сорт, это будет восьмой сорт. Это было снова-таки и у греков, и у римлян, и у испанцев. Цена? Но это если есть внешние отличия. Если внешнего отличия нету, он становится такой же, как и все. Почему? Язык принял, богов принял. И на тот момент, когда мы говорим, что мы подходим к Хануке, Александр Македонский захватил... Тогда греков здесь практически не было. Чуть-чуть может быть на побережье. Капельки. Но после того, как Александр умирает, его империя делится на четыре. Какие? Нас интересуют на самом деле две. Египет и Сирия. Потому что мы находимся между этими двумя. И частью времени нас под себя подминали Птолемея из Египта. Часть времени Селевки из Сирии. Птолемей это был один из его начальников, Селевк другой. Двое других, которые там Турция и Греция нас не интересуют на данный момент. Они нам совершенно не актуальны. Все получаются ситуации, на тот момент я вам как-то рассказывал, что написали в Греции, когда сделали 100-200 лет назад перевод Сидура. У нас же есть вставка про Хануку, про греков. И сказали ну не Камильфо. Мы тут сейчас в Греции возьмем напишем, что мы греков всех на ноль помножили. Нечестивое царство мы на ноль помножили. Обидится. Они взяли и написали вместо греков написали сирийцы. Почему? А это греческие сирийцы? Точнее сирийские греки были. Вопрос что греками там было верхушка. Те, которые приняли греческую культуру и греческие богов. Большая часть народа была но в городском населении это была яркая часть. Потому что это была самая образованная часть, самая влияющая часть. Здесь приостановимся на такой парадной нотке и одном некрасивом примере. хашмонаим слышали такое понятие? Это одно из названий макабим хашмонаим собственно говоря судя по всему и то и другое это прозвище макабим макабим есть объяснение что это слово молот есть те которые говорят что это аббревиатура мика макабим 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 то есть кто подобен тебе среди богов всевышний тоже макаби будет когда мы говорим про хашмонаим тоже есть мнение что это аббревиатура я на этой аббревиатуре как раз сейчас хотел остановиться если запишите ее вам же легче будет помнить хет ходыш один из основных моментов которые греки сражались изо всех сил с евреями это святость времени почему они понимали пока у евреев есть календарь у них есть праздники они освещают месяц у них есть праздники которые не отмечают которые поддерживают их что мы на каждый праздник говорим за халите от мит сра им матан туратей ну зман геулатей то есть наша свобода свобода еврейского народа наша тора и так далее мы наша радость мы говорим сугубо про свое еврейское и они сказали пока мы не уберем святость которая дает освящение месяца мы не сможем здесь ничего сделать шин шаббат даже если месяц освящать не освящать шаббата все время есть даже если мы сможем выкорчевать все праздники евреи будут отмечать шаббат мы с вами на законах шаббата говорили не один раз больше чем еврейский народ хранил шаббат шаббат хранил еврейский народ поэтому говорят шаббатом нужно что-то сделать после этого мем мила обрезание у евреев была бритмила евреи этим отличались от греков греки наезжали и говорили вот вы что вы хотите сказать что ваш бог не мог вас совершенными сделать мы буквально несколько дней назад сказали почему евреи делают бритмилу кроме этого почему я сказал это получается почему исправление желания человек должен научиться исправляться исправляться в частности этих желаний но человек должен понимать что все в своей жизни он должен исправлять начиная с себя начиная с физики и переходя к этике и к морали человек должен себя исправлять один из рабов пошутил с греками когда они на него наехали он сказал давайте я им попытаюсь объяснить на их языке ребята чего вы пшеницу не кушаете прямо в стеблях на поле ну как нужно же приготовить вы что хотите сказать что ваши боги не могут вам приготовить хлеб чтобы у вас прямо булки вырастали вы могли взять эту булку и съесть что слабо в принципе когда мы говорим про бритмилу на тот момент был такой страшный момент что некоторые которые хотели быть среди греков они оттягивали орлу то есть уже после того как у них было обрезание они оттягивали кожу чтобы она снова покрыла головку почему видимо спортом хотели заниматься ты не веришь знаешь почему участвовать в соревнованиях по греческим законам можно было мужчинам только голым когда же бегаешь мешает наоборот надо одеться женщинам как раз на бедренную повязку разрешили знаешь почему чтобы они не позорились тем что что у них нет железная и евреи хотели настолько погрузиться в эту культуру они говорили мы хотим сейчас начали бороться в принципе обычно на этом останавливают но некоторые еще добавляют нет нун еще нун по всем мнениям не да нет не да с ритуальной чистотой что у евреев есть ценность семья какая ценность у греков физическое удовольствие а не семья это не значит что они не женились но у них откуда потом во всей Европе это так разошлось вне брака ну и что особенно если человек так сказать большой влиятельный не да это дословно тебя интересует или дословно это отверженно это когда женщина не может имеет месячное и пока она не окунулась в микву она не имеет права быть с мужем это множественное число хашмунай после этого есть еще две вещи аруса это обрученная алиф и их удашем хашмунай что такое их удашем вера в единство всевышнего то есть это те пункты по которым они сражались с еврейским народом и к сожалению на тот момент большая часть еврейского народа была или полу она уже наполовину или больше прошла процесс огречивания или по крайней мере относились к этому нейтрально когда мы смотрим сколько макабим хашмунаин какие войска они выводили сражаться с греками с этими сирийскими греками тысячи мы не говорим про сотни тысяч мы не говорим про десятки тысяч тысячи а народу было миллионы сотни тысяч миллионы то есть сколько человек смогло сбиться в эти партизанские отряды очень много очень мало я говорю тысячи тысячи шли бороться а остальные а остальные или говорили она мне это не мешает или говорили ну кто победит так за тех и будем за греков выступило небольшое войско большая часть находились на моя хата с краю я никого не трогаю меня пожалуйста не трогайте но если бы не восстание хашмунаин то вполне возможно что через 100 200 300 лет значительная часть евреев уже бы все называли греками поэтому в данном случае успели вовремя в самый последний момент на самом деле мы должны понимать что это по жизни тоже очень часто происходило и в разные периоды когда на евреев обрушивались несчастья когда становилось очень много людей которые или уходили в другую культуру или были готовы уйти в другую культуру даже если они еще не уходили почти все несчастья которые мы посмотрим на продолжение последних тысячелетий почти всегда это было так цена может быть за редкими исключениями но это было и в Испании и во время Хмельницкого и во время катастрофы да и сейчас поэтому мы должны сейчас стараться не просто смотреть на свет а давать свет Субтитры создавал DimaTorzok